вот что-то зависло кое-как пробился приветствуем вас добрый день повторяю у нас все записывается в интернет вы не против не против слушай вы видели тот ролик который да да я не составляю не добавляю как есть так и выставляю говорите на так слава всевышнему что дозвонились в приступим сразу как к вопрос у нас вопрос про нечистоту нечистоту ритуальную вот был левицкий закон которым было повеление там то то и то то сделать вплоть до определенных жертв там очистительной воды и так далее но кроме прочего было еще и определенные сроки назначены то есть вот это вот это сделаете до вечера нечист или там вот родит до вот столько то мальчика вот столько-то девочка вот столько-то то есть было кроме и жертв были и сроки с переменной завета с новым заветом явно что жертвы понятно отошли уже жертва единая и очистительная и искупительная а как быть со сроками то есть если человек оказался нечист например там вот днем оказался нечист от прикосновения или там по другим причинам ну все что относится к ритуальной чистоте это распространяется по срокам то вот именно нечист он не может он там в храм ходить в общение входить там с верующими другими не то есть само время осталось выдержки это жертва понятно а вот время или это тоже как ну как по толкованием там понять это правильно вот такой артестантов этого вообще нет да у них ничего этого не по ли сироты у церкви опыт и о всем что сегодня вы зададите вопрос ответ дан давно давно примерно 1800 лет назад я пример просто скажу у нас был православный один ушел там пятидесятники но это все не нужно главно библия ну знаем мы как они говорят а потом приходит и меня же спрашивает скажите а вот как поступить у нас проповедник хороший такой но захватили там узнали точно сознался седьмой заповедь нарушал жене что делать я ему открываю показываю правила василия великого если у него жена была даже на на 15 лет отлучается от церкви стоять там и за дверями на четыре стадии разбивается потом приходить можно слушать преподать потом вместе с верными с причастием но и причащаться другое правило гласить если он будет все время плакать на улице стоит то срок епископ может до семи лет уменьшит но не меньше всем это условно досрочно я говорю вот так так это как так а мы уже сказали на три месяца его но зачем спрашиваешь искушаешь проходит два месяца он приходит как он опять в этом замешан опять плащет просит принять что делать я говорю за хвост да в яму такого адра поэтому на все это отвечено и книгой симеона солунского или новая скрижаль себе запишите книги эти если хотите знать где это симеон солунский и новая скрижаль это разные книги и самая главная книга правил там все вселенские поместные соборы вот нечистота женщины сегодня соблюдается это православной церкви вот у нас допустим она родила мальчика или девочку у священника обыкновенный требник он по нему смотрит она заходит в притвор время кончилось когда считает ей очистительные молитвы она храм не заходит она стоит в притворе стоит в притворе и батюшка выходит вычитывать ей молитву она стоит слушать ребенком ребенок на восьмой день был крещеный крещеный ребенка заносит она стоит там это я не говорю что везде соблюдается сегодня многие священники безобразничают вот и ответ относительно прикосновения к чему-то там показано не соблюдается сегодня а вот это соблюдается почему а мне зачем рассуждать я православный мне там закон и все прикосновение к умершему то есть это не соблюдается этого нету это совершенно нету почему господь показал когда в городе наин умер юноша он шел на встречу то прикоснулся кадру написано там была сын в одной вдовы вот считаем евангелие от луки при козла на которой зачем он прикасался когда он будет осквернен но не осквернен это нам данный пример из церковь вывела закон прикосновение к мертвому не засчитывается то есть достаточно жертвы христа то есть мы ну вот допустим евреям было написано левит 11 глава пища чистая и чистая а в новом завете павел говорит всякое творение хорошо всякое саранча лягушки там змеи всякое и ничто не предосудительно если принимается с благодарением молитвой а послание тимофею говорит что появилось учениях запрещающие вступать в брак и принимать пищу то что бог сотворил и говорит бесовское учение прямо дух лжи поэтому церковь подходил очень осторожно раз написано нельзя вину не грех а я вот я не пью в рот не беру алкоголя но если я скажу это грех меня сразу церкви отлучат как еретика был такой очень грамотный человек у него святые отцы учениками были оригин это очень известный такой гигзак плоригена он на шести языках сравнения библии дает громаднейшей учености ума но с плотью бороться не смог и взял сам себя подкастрировал церковь сразу извергла его и в числе списков святых его никогда не будет видите как а почему потому что всякий орган нужен для своего времени и не благовидно и не более мы украшаем павел говорит и поэтому этот членовредительства церковь решительно пресекла ну в плен попал тебя там царских сыновей евнухами делали ты невиновен и поэтому он может и священником быть а если сам над собой уже никогда не будет вот такие законы но я только о двух законах сказал а получается 33 дня до если мальчика родила то она не заходит в храм за 66 и 66 дней если девочка да вот так по срокам там показаны цифры какие сейчас не буду утверждать но это сегодня практически почти нигде не исполняется вот допустим мальчик крещен был 8 дней жил в христианской семье но не устоял где-то встречался и до бракосочетания познал женщину по канонам он исключен никогда кандидатура его снимается намертво его уже нельзя ставить священником и если он сохранил себя в девстве то должен жениться только на девственнице если она была крещена в детстве но если она девственница и артистка там пугачёва какая-то это приравняется как блудница тоже священники ставить нельзя сегодня нигде это не соблюдается у нас это соблюдается вот человек напился пьяно отлучается на два года после соблюдал после на два года отлучается у нас все каноны работают а сегодня в церкви нарушается из 719 413 413 то есть 57 процентов правил полностью как будто их нету еще говорить это крещение ладошкой мокрой по голове крыли но какое крещение когда крещение означает по кругу погружение это просто фиксы да да как с этим быть где искать еще дополнение к предыдущему вот вопрос обыкновенного у женщин нечистоты то есть тоже 7 дней по левицкому она должна быть отстранена от общины от храма да а поздно на восьмой день может прийти правильно другое она может приходить но не прикасаться к святыням хребоприловление закрыта запрещено к иконам прикасаться ко кресту она стоит просто стоит и молится библию тоже не трогать да не трогать может вот у нас допустим если такое в семье есть то она попросит дочку там просчитать чтобы все платках были одеты девочки вот такой порядок церковь установил и мне не надо говорить а там сколько дней почему я православный я должен принять все нет значит это больнодумство там сидели не нам равные мужи это собора решали а на одном соборе было 630 епископов сегодня даже собрать их нельзя со всего мира столько единодушно говорили об этом вот допустим человек видит сон сон и вот начинает гадать еще об оснах и говори она говорю она сны трех родов от бога от дьявола и от заботы от передания ну меня интересует одно какой от бога раз от бога я знаю остальные не от бога какой от бога если ты во сне видел крест если ты видел распятие сто процентов от бога но не разгадывай а помолись и кто у тебя священник побеседовать поговорить чтобы слово божие подтвердило это крест ты видел уже гадать не надо это от бога почему сатана может показать христа богородица крест показать не может у него говорят нет материала потому что это материал любовь а у него это смирение христос я как агнес стригущий пред безгласен а сатана к антонию подошел и говорит но почему тебя визита прославляет а меня хулят вот и не постишься сколько это я в неделю один раз вкушаю один раз просворотом это я совсем не ем а сколько ты спишь он говорит по часу по часу в суткин готова я вообще не сплю чего не хватает он говорит смирение перед богом сатана аж заскрижетал зубами горит терпеть не могу это слово он на небе поднял революции первую вот весь ответ смирение главное качество вот святые собрались ну монахи и спрашивает антония какое качество самое драгоценное одни говорят молитва самая цена другие говорят пост третьи говорят чтение слова божия ну то есть все он говорит рассудительность не научи дурака молиться лоб прошибет он может пост такое назначить что и умрет самоубийца будет рассудительность не лиши меня господи здравомысля и рассудительность и премудр молиться вот никогда бы не додумался а в самом деле какое дело не делай и везде надо рассуждать вот мы против у нас никто не служит в армии а мы не отказываемся от армии но на альтернативной основе он еще 16 лет мы даем заявление военкомат что мы не отказываемся но оружие брать не можем мы дети мира у нас богатый материал на мои в моей книге к истинному православию там написано любите врагов ваши и что интересно наших никого не принимают не берут ставят в этом какую-то пищать и все хотя они готовы служить дольше на грязной работе за больными за заразными ухаживать вот врач пришел и говорит меня направляют чечни сегодня что делать еще делать идти а что делать буду спасать я не буду корректировщиком огня я не буду по данным снаряды но выносить раненых с поля я обязан положить душу за ближнего вот сейчас фильм вышел какой-то американский и там какой-то отказывается от несения такой военной службы то но он говорит вы меня только допустите до фронта то я вам нужен буду но и правда он каждого раненого куда ни один не проползет на минном поле вытаскивай господи помоги еще одного спасти и господь показал какой он есть они не убил руки не запятнал кровью мы дети мира надо четко держать у нас целая община это признает у нас же погоны никто не имеет права носить в общину приходить кроме трех человек ну они на такой работе двое в медицине у них звание такое работает еще и один следователь прокуратуре он ему по чину положено вы все носить то есть мы за всем смотрим очень внимательно да слава всевышнему за вас насчет поста коснулись поста раз уже пост вот недельные посты там день или два там выделено вкладывается понимание воздержание и от пищи от питья как вот у баптистов или от какой-то конкретной пищи это то что недельные посты вот там где имеется ввиду там в среда пятница это полное невкушение и с вечера до вечера или с утра до утра вот опять же к истинному православию у меня книга я 40 лет собирал материалы на нее 40 лет и там все сказано из библии и святых отцов из жития святых из трудов святых отцов православие определенные четыре больших поста и среды 5 пятницу что разрешается есть а есть моменты когда до звезды пока звезда как у мусульман белую черной нитки не различишь вот есть такие которые могут поститься три дня я сам не видел но где жил говорит у них там старичок один он в неделю один раз питался но это надо посоветовать со священником и он работал на тяжелой работе бревна крюками вылавляет в реке вытаскивать распиливать и на этом жил продавал представьте себе тут мужику здоровому не сделать от человек старец в неделю один раз у нас вот бабушка была на в четверг поезд там постной пищи во время великого поста и до воскресенья это моя родная бабка я захватил ее еще вот я в тюрьме сидел ну и там сообщили священнику что пришел меня исповедовал и причастил мне скоро на этап идти но он пришел спросил как я гранат я допустим третий день я не пью не ем да что в эту тюрьме туберкулез да это разве можно вы сейчас же придете только и сразу пообедаете такие грузаты причащаться но я подчинился и все не стал мудрствовать он сказал все правильно а он я знаю настоящий кгбшник был священник я ему на нас доносы делал писал я ему все не только просила я молюсь за него а заодно то что он пришел и причастил меня в тюрьме понимаете для меня там было это все теперь я непобедимый для них как как львы дышащие огнем это то что большие этот пост да вот допустим пост на масленность не разрешается только мясное а молочное вот этому там в канонах все сказано и от моего материала пости вы я вам скину в конце на эту книгу и вы в оглавление найдете на все ответ я даю краткий ответ а там подробно подробно то есть более подробно материал составить нельзя невозможно я выбрал все что можно выбрать да мы видели ну как бы знакомые то что в этом скинули нам ссылки на skype мы по этим всем ресурсам не один раз прохаживался по крайней мере себе могу сказать но слишком объемно все мы оказались такой с таких событиях когда надо оперативно реагировать и поэтому мы просим прощения что спрашиваем то что вы уже там написали но тысячи видео и очень сложно найти мы смотришь да по пути смотришь да вот это вот этого и это интересует и это вот а бывает какой-то такой вопрос который надо и только вот так вот стало всего есть есть живое общение что можно раз задать и сразу же получить ответ не много времени тратить на обработку информации которая есть просто и очень много вот так александр запишите для себя что на нашем сайте не на форум на сайте справа как вы найдете на сайт справа 4124 ответа и они разбиты на 55 папок а чай войне а посте там все сказано на сайте как откроете может там там написано крестом православие книга ткните в нее сразу откроется оглавление вам что надо открете и откроется весь материал то есть на сайте не на форуме и на ю тубе на сайт на сайт там написано наш сайт там все справа 55 папок а церкви а христе а сектах а православие старообрящести мусульманстве там материалы по ним диссертации защищают это господь сделал это невозможно было бы написать поэзии вы найдете там ответ ну какой вам только нужен вот допустим об евреях и там кажется 176 вопросов и все на основании слова божия талмуда что за еврея было об евреях сказано за 3600 лет представьте сколько какой материал объемный так что вы там найдете я понял благодарим так чего мы можем там не найти ты что-то хотела спросить до по тысячелетиям мы прочитали тут прямо для нас оказалась запись и у этого и устина мученика на который говорит о том как он беседовал с трифоном 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 я его про трифоном да извиняюсь прочитал на одном дыхании его потому что очень интересует там все но здесь вот другие тоже читали и обратили внимание так где а просто то что тысячелетнем да тысячелетнем царстве он говорит там что тысячелетнее царство будет снова в иерусалиме нет отдельные места которые атакуют они там церковь не принимают это его личное мнение тысячелетнее царство началось на голгофе вам показывал план какой да этот формы мы все поэтому если она когда-то будет это дабы и три пришествия христа их два и написано оставьте расти плевел и пшеницы до жатвы жатва кончина века все этот стих уже тогда если по-другому он вообще выпадает а получается вот в контур тоже в этот же в этот же формат насчет златоуста в златоусте я встретил он там неоднократно прямо выражается прямо что не будет восстановлен иерусалим и храм это есть златоусте я сейчас не могу вам его точно какой том там это но это есть это тоже как бы из разряда того что не может не согласоваться как и как личное какое-то мнение он просто гречу и прямо что не будет на то время когда он это говорит конечно это было актуально это было явно но сейчас мы видим как отстроенный в принципе иерусалим хоть и там проблемы есть как мы не знаем о каком времени он сказал если сказал кроме того каждый том я на златоуста разбить на две части первое написано творение святого отца нашего я на златоуста вторая часть половина книги спурио творение приписываемое святому я на златоуста то есть они могли определить кому оно принадлежит потому что по стилю речи говорят но иногда внизу написано и кто бы это не сказал это неверно но напечатали как должно я их насчитал 12 томов аудио поэтому мне они знакомы и мы с этим соглашаемся сарю салим не будет восстановлен может он имел ввиду тот иерусалим который тогда лежал когда вернуться из пленения там когда вернулись евреи в контексте я понял в контексте того как это вавилон я понял так еще там есть места в которых он ссылается на некие места из писаний в этом же в разговоре с трифоном на некоторые места которых нету с не в синодальном ни в каком бы то ни было мы не нашли переводе и он прямо потом и говорит что на на пророчество вырваны иудеями как бы они спрятали их но мы смотрим этанах на иврите и там тоже не находим этих места которых он говорит в некому есть такие места что существовало еще какое-то параллельно или изначально что не дошло и не увидела свет а тем не менее должно было попасть ну канонические тексты потому что он ссылается на места в такие которых нету в синодальном нашем русском переводе нету вот так и не только в синодальном написано говорит она решишь говорит ибо имя эммануил ибо с нами бог как предсказали назовется назареем как предсказали пророки евангелие матфея говорит они где у пророков нету а ян затоус говорит и не ищи нету а почему по небрежности иудея утеряли а часто было такое что вырезали и уничтожали а откуда известно и римея 36 глава сарси нет отрезал и бросал а потом сказали риме играть напиши этой напиши и добавь еще вот у нас выходит библия а с какого взял перевод какой свиток синайский манускрипт а как он нам достался история такова исследователь востока константин тишиндорф однажды на синайском полуострове был и он там грел руки сидел около печки зашел там монастырь и говорит у вас каких-нибудь древних списков нет а ему говорят да нет тут еще он голову повернул смотрит монах какие-то черные поленья толкает в печь написано движимый инстинктам исследователь он бросился и выхватил то что осталось это то с чего наша библия написано они даже не знали не разворачивать свитки кожа какая-то и знать как комранские когда были найдены а потом стали продавать отрезать поэтому заплатили то миллионы за нее пока выкупили все и вот теперь этот синайский манускрипт он не имеет кое-что а более древнего нет это четвертый век относится к четвертому веку а первое евангелие неполное относится к сто тридцать шестому году более раннего даже нет а только берут его из бесед вот что говорил игнатий богоносец отрывками какими-то где-то а такой полный здесь но в то время под протекторатом россии полуостров был и он царский жест сделал подарил россии этот синайский манускрипт и с него переводы делались а потом 1936 году советское правительство продала британского музея за 500 тысяч долларов этот синайский манускрипт и теперь где нужно что-то узнать допустим нам это ехать туда в гер и через стекло никто в руки тебе не даст смотреть какая-то буква стоит вот какое дело то и когда мы смотрим брюссельскую библию то у нас синодальная 77 книг но в 7 главе 3 книги ездры 76 стихов отсутствует их нету и поэтому я когда начитывал я взял уже брюссельского издания записал а почему на мне не уже не узнать зато вот не испытывай пророчество было когда матфей писал апостол оно было и было написано а его нигде нету почему те послание климента римского а вот павел и вот привет передает в послании к римлянам то и пастырь ерм он ерме передает перед они были в новом завете церковь выделила их отдельно пока окончательный канон сформировался ясно о песах и о пасхе вы у себя в общине принимаете опресники пресные лепешки да и отдельно вино или как с этим объединены речь идет причем не о преломлении причем лепешки в православии принято непресное и объясняет почему я неоднократно говорил были не опресников но церковь приняла так начинает говорить христос совершил квасном игре убили бы сразу там написано да будет предан смерти но уже установлено все и ничего нельзя сделать так она не так быть я говорю католики правее нас в этом вопросе вопросе опресников то но у меня тут еще теоретиком не объявляют да как ты можешь я не настаиваю я говорю как писание говорит и были не опресников я не прибавляю ни одного слова к писанию но церковь решила так что она когда ну как чтобы движется когда тесто то не мертвое лежит показать жизнь я считаю это надумано но нами на таинство это не влияет на суть таинство есть рукоположение и поэтому когда совершает священник литургию называется присуществление хлеб превращается в тело а почему мы видим хлеб чтобы мы не имели отвращения такое объяснение дается иначе мы живое мясо как будем есть и показано как огни закалается и вино не вино а кровь христос подал будет преломил хлеб а подал вино и когда недостойно прищищается вино и против хлеба я с бописцами говорю ну да а тут написано против тела у них таинства никакого нету то есть ничего нету а они проповедуют проповедовать можно и аслица проповедовала но войти царство небесное может только так как христос установил это его установка это его церковь а если там неправильно неправильно значит тогда церкви нету христос не прав он готов все дни с вами до скончания века ни одного дня не было раз везде совершается значит спору никакого нету тут христос у католиков получается там они опресно кидать они признают но у них какие-то там обладки вообще вина вина не дают вот когда мы считаем федора ивановича тющих стихотворение гус на костре и своей кровью он отстоял христову кровь для них то есть в чехии там причащает и чаша вина вот а католиков нету берет обладку вино опускает уже в кровь христова то им подает я был в костюле видел это это конечно неправильно христос подал чашу подал хлеб во времена златоуса отдельно было и ян златоус говорит такую проповедь некоторые приходят и приносят с собой сосуды золотые что положить туда и дома там уже всех все вместе причащается он год рука твоя перед богом почтение еще мертвый материал берите в руку но оказалось что уносит и начинает волхвовать вызывать там умерших это и тогда было сделано так как сейчас есть во избежание надругательства сразу против лога прямо в чаши там у него из просворы взятые частицы и человек стоит сложил руки благоговеренно тут у него плат держит помощник чтобы нигде капли не было но если священник уронит чашу видимо было канон говорит так он обязан все это ставши на колени залезать а потом это место будут выжигать или как это непростое дело великое таинство страшно против крови виновен еще тут да еще где-то вот в этих три в трех остальных ветках копты григориана армян у них тоже опреснок или тоже не могу сказать я с ними встречался давно уже но поэтому я признаю их больше мне не надо я никогда в это не вхожу с католиками я ни разу жизни не не вел какие-то диспуты никогда от сына от отца святые отцы понимали половина так половина так эта область закрыта недосягаемой они в это вторгались и разделение произошло я 54 года иду за христом 54 согласно сознательно покаявшись я ни разу не перешагнул эту грань церковь приняла для меня вопрос снятый но свое мнение я высказал мне это не запрещено мое личное мнение ясно а еще один попутный вопрос раз католиков задели у католики у нас тут днепродежинске сейчас переименовали рядом город с днепропетровском теперь уже каменской днепродежинске есть костел очень древний поляки строили католики там было много католиков я туда как-то пришел давно хотел узнать вопрос с кем-то поговорить никого не нашел людей нет никого все закрыто меня интересовал вопрос почему они кипы носят вот иудеи носят кипы и католики носят кипы в основном священство и молятся в кипах и папа римский молится вы не знаете почему так они этого в православии я не вижу в общем то только у них там но на службе архиерей надевает называется митра шапка то ну давайте под голова покрыта у тех у других я считаю что главное такое если мужчина молится с покрытой головой и постыжает свою голову все у меня опять а ты еретик там или сектант на меня но я сказал писание написано я же признаю он молится я признаю благословляюсь у него но у меня мнение есть основано написание если женщина без платка постыжает свою голову не надо толковать ничего когда там прямым текстом написано они могут и там своих кипах как называется танзура там выстригает его почему растригой называется длинные волосы если ну мужчина говорит в рост растит волосы не сама ли природа учит вас что-то постыжает голову нет священники длинные волосы это неправильно на спасение не влияет вот грани это надо увидеть ее во времена яна златоуста волосы были святителя христова николы ну просто до плеч никогда не доставали а потом пришло это совсем недавно это может ли двести ясно и лариона великого написано монахи ежегодно отрезали себе волосы в монастыре ежегодно а сегодня он волосы как женщина растит и это не положено но на меня это никак не влияет он за это сам ответит я граниту нашел где если это влияет на спасение тут я твердо стою а это я знаю я сказал она меня это не влияет но у него волосы не волосы в шапке он не в шапке главное благодать боже дана ему вот в этом все ясно покрытие вопрос по поводу покрытия головы незамужних это по какой причине покрывается из-за скромности нет повеление божие ибо пострижение восходе до ангелов как говорит апостол павел вот у старообрядцев так вот как у вас сейчас есть голова покрыта пол головы тут открыто я не так если она не замужем они оставляют ну кто зашел что видение что на замуж хочет я не замуж ну я к примеру на молитве дома то и разницы нет на молитве вот у нас если на сайте видели как покрыты на в храме ни одна волосинка нигде нету так они говорят так это сказано жене уже не почему вы переменную на девочку перед переводить это если вы говорите что жена это означает замужняя тогда рядом через точку запятой написано и муж молящийся с покрытой головой постыжает свою голову постыжает тогда если относится женатому тогда юноши доженить бы могут стоять в шапках храме тут понятно что не так речь идет о пол пол женский мужской даже она мать кормить ее грудью и девочки может быть один день надень платочек на нее еще там смотрела иконы мучениц женщин мучениц вот и там есть одни которые покрыты совсем как вот и богородицу изображают как у вас одеты то есть полностью закрыта голова и есть там которые ну как по виду моложе вот там они нарисованы прям с волосами и некоторые с повязками а некоторые ну совсем без ничего как это объяснить объяснить так они на молитве или не на один вопрос речь идет о молитве а если он нарисовал тогда еще нарисовал портрет со своей матушке еще спрашивать иногда люди рисуют сами не знает как как надо определенный канон рисовать вот у нас сколько есть святых вот покажи что потом видели но ни одной такой нету ты можешь даже включить этот свой свет то на нет видно видно да у нас нет икон то но там вольность католическая тому что про католичные у вас бритые папа брит это я никогда не приму вещь неслыханная тут объясняет какое объяснение почему бороду бреет я интересно так я на деле показывал будто бы папа какой-то это я я считал я не заручаюсь за это но я считал в литве когда был и у него женщина была но когда вы зайдете к истинному православию там написано при каких папах что было там два материала человекоубийство и ложь ватикана и гордость католичества вот такой вот два больших больших материалов на документах на одних и вот эта женщина которая была с ним и говорит ты бороду то убери и она отказала ему но ему то она нужна якобы якобы я ничего не утверждают но как ему показать то это теперь ему надо показать что бог повелел ему снять бороду чтобы мы были похожи на ангела по ангелам тазбордой не рисует но приучили голубя во время службы он подлетает куха он в ухо ложил пшеничинку там еще семечки и он клюет я здесь дома у меня голуби в избе я сделал голубенку так как сажусь он подлетает и ухо ко мне а я положу там семечки я показал это возможно то ну и это прямое повеление он дух меслиско святой сказал вот то 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 что бороды все сбрили ну и первые там уже сопротивлялись вот старокатолики бороды носят а эти то нет но и все и они в конце написали и так говорит свою мужскую красоту бороду променял на подпупную женскую это никуда не годится все иконы все святые возьмите вот секстинская мадонна передо мной она как раз есть секстинская мадонна это не наша икона но она хорошая картина номер один как она идет по облакам несет и папа секс бородой это же секс то это же время он мужчине к его козлили так фотографии фотографии мы не так хорошо только в электронном виде а как мы покажем ладно мы потом мы вам у нас вопрос есть один и знакомо ли вам имя ивана березинчука нет из кашихабеля не знаю иван данилович кашихабель он москве тоже бывал иван данилович кашнерчук мне известен с отделенных баптистов мы были очень близки нет он не из баптистов ладно мы вам скинем фото фотографии может быть вам знаком этот человек ну у нас та община которая была это он из россии приезжал сюда и в общем то все тут устраивал и он был из православия он был с бородой такой я его лично не видел потому что я уже позже сюда пришел а вот те которые были раньше они его знают и видели вот просто хотели узнать может быть вы как-то пересекались и что-то можете о нем сказать потому что вот мы но которые позже пришли мы о нем не знаем только по рассказам знаем наших то что рассказывали ну ладно вы знаете что когда вам будут что-то говорить там люди знающие писание об 66 книг у баптистов вы скажите а вы верите всему написанному в библии простой вопрос без подвоха без всего но они ответят да верим скажите а первое послание апостола павла коринфянам она а духа святого или нет а что спрашиваешь ну написано требующему отчета дать ответ скротостью благоговением 1 петра 3 15 как правило тогда спокойно такие из баптиста то есть хороший очень он скажет да верю теперь считаем 10 глава 6 11 стих 10 глава 6 11 стих 1 коринфянам а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы 11 все это происходило с ними как образы а описано в наставлении нам достигшим последних веков вот отсюда а впереди он перечисляет и говорят вот надо делать правильно город на вершине горы нам люди будут подражать а здесь наоборот он перечисляет где бог наказывал израиля где убивал выше но пятом стихе в четвертом посчитайте он перечисляет юноши походство ли бог убил столько-то столько и панг это были не просто события это образы для нас достигших последних веков 21 века это для нас и причина чтобы не были похотливы как они были похотливы то есть мы отрицательные моменты в жизни израиля даже изучать не менее тщательно чем и положительное обязательно и вот когда будете говорить с баптистами ну с кем-то там неправославными скажите вот вы верите что написано но они ответят да правильно но скажите а как вы объясняете христос и так вспоминайте жену лотову у луки написано жену лотову зачем она нам нужна вспоминайте и как было водниное и так перечисляет как водниное мы даже знать как было во время когда садом сгорел чтобы не были похотливы вот это гей парада украина все это украина может за гей парадой страдает бог выжигает ее сегодня садомиты должны быть сожженые и парады и герусалиме проходят так теперь параду проходят в ад идут теперь я говорю ну давайте дальше числа 16 глава себе запишите все остальное мани легко соглашается число 16 глава это самое строгое место для всех которые не православные там написано о том как нашлись люди отличные 16 главу этот глава читать надо фана верон и корей и они там нашлись еще 250 человек взяли кодильницы и они что они стали требует равенства демократии а чем вы лучше нас а почему мы чем мы хуже вас то есть я простым языком говорю моисей сказал завтра вы узнаете разницу бог покажет а людям закричал отойдите от шатров их отойдите чтобы не погибнуть ариу шатров стоят с женами с детьми люди написано отличные они решили отделиться образовать секту отдельно там как бакисты и земля разверзлась и они все живьем шатрами со скотиной совсем провалились преисподнюю это событие было только один раз за всю мировую историю я когда в университетах преподавал вел занятия я вот так доску расчерчиваю а тут сидят студенты юридических факультетов там следователи и сфсб там разные я говорю вот я буду писать наказание преступления первая сторона доски а дальше наказание наказание 10 суток за что это за ругался там заматерился или что-то год вот посерьезнее курицу крал там но раза такое я говорю 20 лет ну это уже это я говорю расстрел когда расстрел был но они юристы они отвечают я говорю живем в ад а разве такое есть есть один раз и его то они где не преподают а это неправильно мы должны знать все что было это написано это образы для нас вот что они плохого сделали еще они не сделали плохого это самый страшный грех какой был на земле отделение от церкви ты кем хочешь быть конструктором космонавтом а церкви не отделяйся а в церкви не так начинает делать будет так мы видели что не так мы начали работать сейчас строится купели крестят правильно другие епископы я вижу плоды к нам приезжают митрополит служит вместе с нашим батюшкой они поминают патриарха отдельно когда мы молимся мы не поминаем его работать начинать да ничего не сделаешь я говорю ничего еще не делали а начни делать и получится вот ответ 16 глава за что их живьем бог отправил в а тут спросите их какие там у вас старые люди знакомые ваши пусть они ответят а тогда прочитайте всю 16 главу это были образы для нас павел все не перечисляет мы просто берем события дальше считаем первая книга сарс 5 глава когда ковчег был пленен а потом возвращался и он шел через поля там молодых телец за в ней запрягли и жители в это время жали хлеб там серпами или как и они решили заглянуть заглянуть туда в этот ковчег а ковчег это ящик обыкновенный ящик с ручками ничего нету но там скрижали лежат они заглянули написано не порадовались было конечно раз они жали была хорошая погода солнце сметило и вдруг кто за живот кто за сердце и упала и умерла сразу 50 тысяч и 70 50 тысяч в один день это же в сталинградской битве в один день не убивали столько за что вопрос стоит за что они ничего не сделали они не плевали как баптисты не рубили не жгли иконы почему потому что все имеет значение там лежала слова а слова было у бога слова было бог вот мы говорим же ветхозаветные жертвы и гнята на что указывали на христа евангелие от я на 1.29 и он креститель это вот агнец божий который берет на себе грех мира если мы не будем знать ветхозавете мы не поймем почему тут а ягнец а это закон божий без пролития крови нет прощения грехов послание к евреям павел пишет и вот мы когда начинаем до конца доходить говорим скрижали на что указывали баптист вообще ничего не понимают они указывали скрижали на слово божие суббота указывал на воскресенье а ковчев на что указывал они не понимают вообще ни один не отвечает вообще указывал на божью матерь преснодеву марию внутри лежит слово божие она носила и отныне будут ублажать меня все роды евангелие от луки я говорю почему вы не ублажаете и вот они заглянули исследовать осталось на дева или не осталось теперь мы экстраполируем события на сегодняшний день то и бог убил поэтому не хвалиться надо что иконы и крест снял себя надень крестик сегодня же да хранит у тебя вот как надо рассуждать по слову божию ему они не отвечают ни на один вопрос стихтанты вообще библии не знают они не знают они знают я спасен кровь христа омыт а дальше живет как был какой был такой остался там я не пью ни курю нагрев космонавты запишись отряд космонавтов а над собой над страстями ты боролся какая измена сколько ненавидите сколько вы обираете лишнего сколько едите какая у вас плоть ничего же не не борьбы то никакой нету ты посчитай со святыми они всю жизнь с этим боролись павел апостол вселенский учитель ему ни одна страна была верена фамилия и где было андрей дошел до руси павлу вся вселенная принадлежала и он говорит я смиряю и порабощаю тело моё я порабощаю трамбуева я баптистам говорю как вы смиряете а чего смирять это храм божий то есть они ничего не знают они не знают писания смиряю порабощаю дабы проповедовать другим самому не оказаться недостойным а зачем порабощать я не пристану в посте не пристану молитвы а они говорят апостол не нужен какой пост у нас спас а когда захотят сколько хотят я среди них жил и проповедовал скапин я знаю о чем говорю это разговор один если постятся то старые какие-то люди может быть чуть-чуть только а то они постятся посты все отвергли вот один приехал у нас и все принял православия пост не принимает я году сейчас нельзя есть молотно ну ты дорога едешь ну возьми хлеба сухари хлеб то это все укрепляет сердце человека он еще упал дороги там или и упаду и начал есть вот моя сестра живет в селении воронцовка киргизии коровы держат но в поста нельзя а рядом живет марфа бабушка баптистка она говорит баба ты возьмешь у нас сливки творог там это все даром только ты не ешь сейчас сейчас почта через три дня будет пасха да что ты валяя не буду есть она и дала там налила налила там у нас все есть а потом подошла валья прости меня я не удержалась я поела в пятницу христос на кресте висит они страха никакого не имеют христос на кресте умолкнем старый человек но не было валя не дала бы моя сестра ты бы прожила пятницу прожила но вот она сметана на столе уже слопала ты начни жить как каноны предсказы ты увидишь церковь нам любящая мать она плохого не дала если она дала посты соблюдать а разницы нет какая пища если разницы нет так она дешевле по крайней мере мясо или сухари я погрызу ты не думаешь что я перед тобой такой тощий у меня я повернусь боком ничего нету но дело в том что я не ем мясо вообще не принимаю у нас в молочные дни у нас и молочные редко бывает по яйца то уж в год под расход и все работаем на работе я всю жизнь поработал на стройке не не прорабом не просто работал у меня выработка была первое место в тресте двести восемьдесят триста процентов это как так бог везде бог благодать а вы хвалитесь да павел говорит хвалящийся хвались господом я господом я ничего себе не приписываю это невозможно и понимаешь старое время ну при советской власти хлеб стоил один кирпич хлеба 16 копеек это такой черный где-то вот сколько требовалось у меня на стройке работал на питание уходило 10 11 рублей в месяц 10 11 хлеба взял с собой разрезано прихожу там бетон возить надо я валенки снял теперь в сапогах подошел обедать а они там фазушники работает они хлеб мой вытащили а там мыши бегают мыша убили между хлебом заложили мне чтобы бутерброд был насыпали там битого стекла чтобы я не обулся он еще поблагодарил бога значит без обеда и ничего выдержал они садятся до города ехать три километра или четыре на машине возят я никогда не сажусь матерки слушать я через лес пробил дорогу все время пешком это бог дает да конечно с народом не был мне дали работать стороне там пурга линия высоковольтная как копать эти для них основания куда идет это ломик кувалда клин две лопатыши такая вот все инструмент это не компьютер и на этой работе показать не сто процентов а больше как это это невозможно это немыслимо конечно я был не такой спортивный но это не выработать это бог делает поэтому не бойтесь постов посты православные к месту их надо полюбить не и мы у нас посты у нас просто это и вообще ничего не есть не пить и не есть вот эти пост а вы да в пятницу я знаю на что указывает почему именно в пятницу взяли а среда это придать сделал заговор иуда придать и когда вот вы говорите мы ничего не едим но когда ты не ел то в следующий день если ты понедельник вторник среда не ел то в четверг если во время поста ты ешь постное а не так что великий пост я три дня не ел а теперь буду подряд все есть нет ты можешь но посоветуйся со священником он тебя расспросит если он хороший священник какая работа как ты живешь и скажет я пришел просите у него он говорит а какая работа землю копаю сейчас мерзлую долбить надо о нет больше дня не постись и он правильно сделал неумеренное вот это не может повредить здоровью я не хватает калорий в тюрьме туберкулез я заражусь и правильно что мне священник сказал прекрати пост этот но зато дальше я ем только только пост на и поэтому в тюрьме то готовят что я уже рыба средствия вытащу кому-то отдам но остальное уже выхлебаю так какие там у вас еще можете нам назвать каких-то людей вот мы херсонская николаевская и все так ближе херсонская николаевская те что вы сказали что вы проезжали когда были в украине в тринадцатом году там или четырнадцатом какие там есть вот мы сейчас запишем это аудио видео мы в этот какие там есть живые люди священники рукоположенные которые вы бы за как ну которых вы можете сказать и они как не ударить в грязь лицом как говорится посоветовать толковых потому что я не знаю вот мы были первомайском такой первомайский кажется николаевская там отец анатолий но вы далеко живете если бы были около одессы я бы через наших сестер они из баптистов пришли из баптистов очень хорошие сестры уже в возрасте они вот они бы там указали в одессе просто меняется же все кого знали тех уже и нету я там давно не было вот но они там в интернете зарядите александр цехоцкий в мой мир зайти и там где-то зарядите цехоцкий в доманевке село доманевка а вот через него выйдите уже на священников украина а он мы были у них и священник этот мы только приехали а он уже заранее священник объявил народ собрали я прямо в храме я чтец имею право в храме разговаривать я там на вопросы отвечал это все у нас снято в интернете стоит понятно ну благодарим вас за ответы за общение и если не будет вам в тягости будет уместно мы бы хотели поддерживать общение с вами я вам сказал к в какое время вот сейчас в субботу в это время вот мы только что пришли из храма поэтому днем вот по москве по московском время с двух часов до 14 вот в этом промежутке можно звонить я тут дома воскресенье утром по нашему это у нас с москвой четыре часа разница в восемь завтра у нас начинается богослужение но ясно дело пока в после богослужения у нас идет собрание всегда собрание все нужны знаем кого посетить вот а потом обед тоже прямо обедают трапеза называется трапеза на потом занятия полтора часа а потом братья идут на благовестия благословенная жизнь у вас ну вот это мы потому что услышали слово божие приняли у нас все до одного крещеное в полное погружение все до единого таких общих православия я не знаю это не слышит есть или нет священник с нами у нас такой епископ был я паса он приехал и мы целый день пасем овечек там солома мы лежим там валяемся и все вопросы решаем епископ а сейчас к епископу издалека не подойдешь одни колеса можешь видеть только едет нас бог наградил мы искали мы хотели и бог все нам дал священников много хороших не так который человек ушел да там все блудники он сам блудник так говорит нет в монастырях и везде есть очень хорошие люди которые монахи там заботятся о людях проповедует и говорят ясно ну благодарим приветствие передаем володя снимает мы живем подожди да мы приедем передает от у нас смотрим никита где-то вот он приехал деревня украина да мы тоже смотрим за его видео да да приветствуем тебя володя тоже борисполь из борисполь да да был там разок борисполь аэропорте ясно ну вот через неделю можете заходить хорошо благодарим которые есть ну и тем более я выставляю не обрезаю ничего вы прямо дальше уже услышите вот на некоторые вопросы я говорю я не могу ответить почему а я не знаю как у эфиопов да мне зачем знать я там никогда не буду но я знаю что они имеют рукоположение мне этого достаточно я себя ограничиваю нигде не копаюсь вот церковь сказала женщина нечистая а в это время к ней кто-то прикоснулся это не распространяется все и мне не надо уже куда смотреть это новозаветное решение церкви церковь имеет власть власть это новозаветное решила так муж глава и поэтому вопросы сняты она умнее тебя не имеет значения она если письмо написала пока ты аминь не поставишь в конце она не должна его отправлять вот так надо почему глава это навык послушанию которому мы не приучены послушание если послушание нету у нее все шатко глава и жена даже не только как-то а когда идете из храма я служу по закону то спрашивает дома у мужей своих пусть дуга это уже дома вот написано апостолом павлом то нам тут гадать нечего у нас женщины во время когда мы занятия ведем они выступают говорят решают и но в храме ни одна ни одного слова не скажет за семь минут до богослужения у нас дается сигнал и все зашли никакого передвижения не переступания полная мертвая тишина мы благодарим за неделю чтобы священник огненное служение было касалось и через семь минут время допустим вечером четыре часа открывается царские врата начинается богослужение у нас абсолютный порядок полный порядок принятые решения все выполняются избранные наблюдатели которые видят человек где-то шепотом сказали сразу будет сделано замещание когда выйдет ни слова жена ваших домолчат да вот все все против того что породили протестанты в к с которыми я лично был соприкосновение я просто увидел слава всевышнему что под показывает как бы результат не заставил себя тратить много поколений то есть результат плодов того что сейчас происходит в украине и не только от протестантов ну называющихся протестантами это просто плачевно это беззаконие просто в явном виде и эта свобода оказалась гибельной как и павел предупреждал ну а изначально да корень это все идет из-за непослушания вот поэтому надоело питаться суррогатной пищей понимаете дальше мы даже сказать так что мария избрала благую часть у ног христа я вам говорил как я это рассматривал во все дни до скончания века с вами если его не было христа первом втором третьем веке это был не христос а в первом втором веке никаких баптистов никого не было и и не понималось никак начали тургия божественная вот есть такая книга сейчас я покажу вы в интернете можете найти ее посмотрите небольшая такая книга сейчас расскажу сколько страниц крупный шрифт у нее тут господи помилуй благослови 244 страницы вам видно или нет будет возвращение домой питер галл галл крист гилл крист да 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 здесь есть фотографии и прочее 2000 протестантов пришли православия как 2000 сразу из них в первые же дни когда они обратились приняли крещение 6 диаконами стали здесь подробно все фотографии и они пошли самым правильным путем собрались однажды и говорят тут чувствуем чего-то не хватает полноты нету и они решили так вот ты александр тебя что больше интересует уж меня интересует таинство почему рукоположение то у нас откуда-то с нуля началось в 18 веке хорошо ты этим занимаешься в течение года доставай литературу ездить все а ты что мне непонятно как божью матерь просят помолиться там проще хорошо ты будешь этим заниматься в течение года рассмотреть период до 1800 лет как это было самого начала и они разбили литургия таинство причастие и сколько было там скажу допустим 10 они все когда-то студенческих кружках участвовали все активное но не православное и когда через год собрались все до одного сказали так мы вообще не церковь какая церковь то церкви никогда этого не было у нас нет ни рукоположения ни епископата ничего нету и тогда объявили общине и все доложили вот я занимался там то литература такая то такие то святые в первом веке такие то а у нас назови по нашему то никто не верил в то время то баптисты ну семнадцатого века могут назвать или мартин лютер 16 но не было лютеран раньше то марксизма то не было раньше маркса и когда сказали все решили перейти там видимо ни одна община была и вот они как перешли обращались и где их приняли они вошли православную греческую церковь который вот петер гилкин села сразу присвитером священником стал вот это самый правильный путь от вы идете этим путем сейчас вы вступили на него вопрос я вам отвечаю недостаточно этого скажите меня это не убеждает тогда я вам открою еще шире отошли материалы я сказал на нашем сайте справа и вверх ответы а впереди книга к истинному православию книги и там все заголовки идут а сне а посте а библии а священство рукоположение церкви там заголовки книг заголовок прям сегодня же и все ответы ответы более полное трудно найти очень трудно я буквально все выбрал из литературы вы пошли этим путем вот чтобы вот этот самый пример то гилкинс как говорю он может для вас послужить примером благодарим за это его можно в интернете найти его за зарядите вот это вот питер гилкин гилкинс возвращение домой домой это церковь они ощутили что мы сироты у нас мы не церковь самое главное все поняли мы не церковь сектанты это не церковь церковь там весь епископат по непрерывной хератонии от апостольских ремонт благодать идет благодати нет это большие собрания там собирается этот сандэ там этот аделлажа там у вас там есть и к нам алексей ледяев там я вижу как они шапуалов там кричит и рвет кричит автомат дайте стрелять будут там бесноватые люди падают ползают святой смех трясутся на четвереньках церкви благоговения вот у нас когда идет тут у нас есть литургии мы надо снимаем посмотрите как стоят дети мы стоим храме божием это храм божий ангелы херувимы лица закрывают написано двумя закрывает двумя летают ноги закрывают а тут ничего никакого благоговения у ваптистов был библию считает у всех евангелий но за это кладет там где сидит рядом но я выговорил они перестали делать ягоды как же можешь ложить то слишком низко кладешь и а у нас положено что сверху библии чтобы ничего не было даже внешне мы должны показать почтение а то начинает библию там кто-то переводил я спрашиваю библию то кто сохранил канон то кто собрал то все православные отцы и утвердили канон вы пользуетесь чужим трудом как христос сказал чужой труд вошли а кто перевел 4 духовной академии переводили то баптисты это свое перевод это не имеют у них и нету а если хорошо это и хорошо ну да что православной библии православной то есть переводом это высокого уровня были перевозчики каких сегодня даже и нету я с александром менее об этой теме говорила он евреи работают с оригиналами я когда сказал а вы можете переводить как вольстан да вы что это никогда то что он знал грань свою да тоже был хороший такой человек да покусился сатана но мужчине во славу божию да хорошо благодарим со всевышним всего доброго до скорой встречи с божьей помощью во славу божию положить на место господь как делал